МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витаю, служба информации, телерадио компании Гомель, у студии Натальи Игнатенко, доброй ранецы. Сегодня Гомельщину наведает наместник премьер-министра Республики Беларусь по социальных питаниях Наталья Качанова. У Мазыры вице-премьер плануя встретиться с керавництвом района, ознайомиться с материально-технічной базой и кадровым потенциалом одной из средних школ. После чего отбудется встреча с керавниками установки эдукации, наставниками Мазырского, Ельского, Нараулянского, Калинковицкого и Житковицкого районов. Программа, находящая в регионе, протягивается в Петрикове, где Наталья Качанова наведает специальное профессиональное техническое училище закрытого типу номер один легкой промысловости. Подробностей в наших наступных выпусках. В Беларуси протягивается выборчая кампания, основанная на Магане, зараз накераванная на сбор подписов. Одночасово в регионах завершается створение участков для голосования. Подаденных областной комиссией по выборах президента Республики Беларусь неких значных порушений у законодавства на территории в области не зарегистровано. Олег Сенцеров потекавился подробностями. Невеликий концерт на привокзальной площади Гомеля промышает людей спыниться и поназирать за выступлениями молодых артистов. На импровизованной присутствии у денег разностайных конкурсов и у лохованцев музыкальных школ. На некаких хвилин сирот Глядачу вспыняется и Гомельчанка, владельница титула «Миссис Беларусь-2014» Юлия Пирогудова. Правда, на площу она пришла с иншими метами покинуть свой подпис за одного с кандидатов у президента. Кажется, что выбор зарабилась вядома, бо добра ведая, якой повинна быть удалейшим наша держава. Я думаю о том, что, во-первых, каждый человек должен ценить то, что имеет сегодня и сейчас. На сегодняшний день у нас мирное небо над головой, мы живем спокойно, стабильно. И самое главное, я уверена в будущем своих детей, в своем будущем, что все у нас будет хорошо. Якая колькость пикетов, каждый день працовая на территории Гомельской области, докладно невядома. Такая статистика просто невядется. Як, до речи, нема и неких постоянных местов, где они разгортываются. Обмежевание у этом сенсии минимальное. Территория, яке заборонены для сбора подписов, по великим рахунку не шмат. Каля администрационных будинков, установ, адукация, якого здоровья, войсковых частей, выбирается, заразумело, место, где шмат людей. Каля Гомельского центрального универмага, например, одночасово працует одразу три пикеты. Ход выборчей кампании на Гомельске зараз контролюет коля 100 надиральников. В основном, злику местового населенца, як чекаются замежные наглядальники, приедуть у регион у другой полови жнивня. Поколь же, подаденных областной комиссией по выборах президента Республики Беларусь, неких значных порушений на территории в области не зарегистровано. Инициативная группа имкнутся максимально притремливается потребованию законодавства. Если мы соберем подписи, получат эфирное время и увидят программы. К сожалению, теперь мы программы не имеем права раздавать их и агитировать. Сейчас идет сбор подписей. Хоть только сбором подписов за кандидатов у президента, выборчая кампания не обмежевывается. Сгодно с календарным планом, до 9 жюня повинны быть утворные участки для голосования. Почас попередних президентских выборов на Гомельске было около 1100. Подаденных областной выборчей комиссией, все это повинно быть прикладно стойкиш. Наступный этап – облучение представников в состав участковых выборчих комиссий. Участковые избирательные комиссии образуются местными органами власти с количеством от 5 до 19 человек. Эта цифра варьируется от численности избирателей. Вы понимаете, если численность избирателей 20, 50 и так далее, то, соответственно, одно число членов участковой избирательной комиссии, если, конечно, 3000 – это совсем другое нато, связанное с обслуживанием, с подштетом голосов и так далее. Олег Синчаров, Валерий Гопанько, Телерадо, компания «Гомель». Сегодня в Гомельском районе на базе коммунального сельско-господарчего унитарного предприемства «Брыльёва» отбудется мероприемство под названием «День поля-2015». В среду дельников – у керавництва комитета по сельской господарцы «Харчаванне» гомельского облавы «Канкама», специалисты огородницких господарок, навыковцы – представники коммерциальных фирм. На протягу дня иные обмеркуют стан справ и перспективы развития огородненаводства в регионе, о приватности досягнений у селекции готунков и гибридов, а так само иншее актуальное питание. До инших тем. Сегодня наместник прокурора Гомельской области Геннадий Миколаевич Романюк проведет промой телефонную линию с жихарами региона. Звернуться на ее можно по номеру телефона у Гомели 22-52-81. Звонки будут принимать с 11 до 12 годин. Узровень воды на некоторых реках Гомельской области досягнул критично низкой отзнаки. Обмеление самых буйных – тоже и Днепраза уважили аматоры рыбной ловли и отпочивающая на пляжах. Ситуация мая широк наступства, у которых хвалюют специалистов. Под обязанностью в нашем наступном сюжете. У конца липени на рации Припять у Мазары отбылся надзавышенный выпадок. Прогулочный теплоход смелый сел на мель. Пассажиров пришлось эвакуировать воротовальникам. На счастье, никто не потерпел. Одна из причин здоровья – интенсивное обмеление, которое сейчас назирается на многих реках и водоемах в области. Метеорологи башут прыщины в климатышных изменах. Невеликая колькость опадков минулогодние в осенью, а мальпуны отсутны снега зимой и поводки по весне. В дальнейшем дефицит осадков и жаркая погода, которая сложилась в данное время, обусловила спад уровней воды, в результате чего они оказались… Значит, на Днепре у города Речицы уровни воды достигли исторического минимума, а на березине у города Светлогорска, беседе у села Светиловичей, сажи у города Гомеля, они оказались ниже исторических минимумов. На саже подобная ситуация возникала в 2002 году, однако все лето побиты рекорды за весь период назирания, которые ведутся больше за 100 годов. Крытично низкий узровень тримается уже в другой месяц. Если рыбаки-купальщики только тяжко вздыхают с этой нагоды, у тех, кто працует на рации, проблемы больше серьезные. По саже зараз ходят только прогулочные теплоходы, в тот час, как перевозку грузов пришлось испынить. Решение проблемы под рабой великих сродков. Для поднимания гарантованных глубинь узводятся специальные сбудования, которые позволят добиться локальных поляпшений. А в целом это должен быть каскад сооружений и должно распространяться, допустим, не на областной город, а опускаться ниже, доходить до Устейбе, Днепра и опускаться еще ниже для организации сквозного судоходства. Ведь в советские времена работал флот на транзите, то есть из Мозыря грузы шли на Гомель, из Киева на Гомель шли. Конечно, хотелось бы именно вот такого состояния реки. Руслан Пролясковский, Вольга Вальченко, Игорь Марыченко, телерады, компания «Гомель». У Гомели завершаются приготовления до святкования 90-х годов Гомельской епархии. Как ждет в урочистостях премыть удел патриарши экзархуси о Беларуси, митрополит Минский Заславский Павел, а так само коля 20 епископов с Беларуси, России и Украины. Начнутся мероприемства святочным богослужением в Свято-Петропавловском соборе, главным храме Гомельской епархии. Напереды Дни Свята тут побывали наши корреспонденты. В программе святкования 90-х годов Гомельской епархии закладка храмов гонор святого мученика Иоанна Воина в Жлубине. Наведывание монастыра в Жлубинском районе приходов уведцы и добрыши. Але почнуться урочистостями навіта тут у Свято-Петропавловским кафедральным соборе, одним со старейших храмов Гомельщины. Инициатором его будовництва был граф Миколай Румянцев. Перший камень, закладенный у Кастришнику 1909 года. Правда, дальнейшая история собора оказалась неоднозначной, як, до речи, история Гомельской епархии. Утворенная в 1925 году, и она одразу подверглась ганенням сбоку тагочасных улад. В 1929-м собор закрыли, потом тут находилась экспозиция Мясцового музея и антирелигийный отдел. В 1962-м будинок переутворили у планетарей. В другой половине 80-х верники поспробовали вернуть, храмы досягнули гэтайметы, хоть и с великими тяжкостями. Мы собирали подписи в население среди православных верующих. Поехали в Минск, там тоже отказали. Поехали в Москву, отдали эти подписи. Обновляли собор литерально всем светом. Это была саправды народная будовля, а тому и относены до храма у людей особливые. На початку 1990-го у им провели первую литургию. Еще празд год обновили звонницу. Сегодня Свято-Петропавловский собор, головный храм Гомельской епархии и не выпадково, что именно тут 11-го жнивня пройдет святочная литургия, присвеченная 90-го утворения епархии. Богослужение означали патриарши экзарху сия Беларуси Павел, сирот запрошенных гостей архиеры из Беларуси, России и Украины. Мы стараемся по мере сил прославить Господа, все в храмы, стараемся вообще, чтобы в храмах было все лучшее, что может человек сотворить для Бога своим искусством, своими умениями. Поэтому просто выражение нашей любви к Богу, то, что вы видите здесь. Олег Сентюров, Сергей Негеревич, Сергей Лукашук. Телерадиокампания «Гомель». До речи, размова про подрихтовку до урочистости в подзесене в черговой программе «Деалог». Гостем студии станет епископ Гомельский Жлобинский Степан. Задать ему пытанье, поделиться думками, глядачи программы смогут подчас промога эфиру по номеру телефона 77 68 45. Глядите программу «Деалог» на телеканале «Беларусь-2» у 18 годин 10 хвилин. До новинок спортивного життя региона. Коля 40 спортсменов, взрослым от 11 до 18 годов, принимают эту делу в першинстве Гомельской области по конным спорте сяродью на Коу. С поборницей начались и в Гомеле. Проходят яны на базе областного центра Олимпийского резерва по конным спорте. Максим Савин протягнет. Программа насыщенная. Удельники споборничают в таких дисциплинах, как конкур, гэта передоливание пирожков, твыездка, т.к.званы танец, а так само трохборье. Складанность элементов залежит от узросту и в опыту спортсменов. Тройборье – это, во-первых, манежная езда, где всадник демонстрирует, как он управляется с лошадью, получает баллы. Далее преодоление препятствий, конкурные соревнования, то есть препятствия разрушаются, набирают очки, тоже баллы получают. И полевые испытания. Полевые испыты и кросс – самый видовищный элемент трохборья. Гэта передоливание пирожков на пересеченной мясцовости, причем барьеры, як говорят спортсмены, мертвые. Гэта значит нерухомые, а таму цена помылки великая. Кросс, наверное, самый сложный. А почему? Там мертвые препятствия, если лошадь зацепится, то сразу со всадником падает. За помылки на каждом этапе спортсменам наличивают штрафные баллы, перемогая той, у кого их меньше. Завершится першинство Гомельской области по конным спорте сяродью на Коу с 7-го жнивня. Максим Савин, Валера Ига Панько, телерадио компания «Гомель». И на гэтым наш ранешний выпуск завершен. Дзенны глядите сёння на телеканале «Беларусь-1» у 15.10. До сустречы у эфиры.